приветствую вас дорогие друзья сегодня я хочу для вас провести эфир про новый год уже не за горами предновогодние такая знаете праздничная приятная суета и хочется дать вам побольше информации чтобы у вас было время подготовиться к новому году более осознанно и для этого я вам буду рассказывать как благоприятно готовиться к новому году с точки зрения науки васту напоминаю что васту это гармония гармония гармонизация нашего пространства нашего дома что хочется сказать первую очередь да что какое классно с какой самый главный атрибут нового года ну конечно же это елка да и если посмотреть на ее форму она имеет такую форму пирамиды пирамида она известна она имеет такое сакральное значение до энергетическое значение если вспомнить и всем чудес света пирамиды египетские пирамиды да и во многих других таких вот не религиях а течениях я так сказала каких-то вот традициях форма пирамиды она нет какой-то свой особый смысл даже если взять мужское женское начало да то мужчины обычно если образ взять мужчины перевернутая как бы пирамида да она и смотрит заостренным кончиком вниз обычно рисуется сверху как бы галстук да форма головы такой образ мужчины а когда изображают через всему пирамиду женщину то у женщины всегда основание мощное а кончик форме как плачешь когда такого а кончик смотрит наверх а потому что женщина она имеет такую больше материальную природу для него важно иметь затем быть затем быть заземлены быть в контакте с землей быть в контакте с самой собой она черпает оттуда силу и когда женщина очень сильно уходит в умственную сферу какие-то такой знаете вот такие какие-то верхние сильно чакры она теряет вот этот контакт землей не чувствует какой-то такой уверенности поддержки для женщин очень важно иметь вот этот контакт землей для мужчины же он наоборот он черпает силу как бы с высших таких сфер скажем тогда слышать чакр то есть он туда черпает энергию какие-то проекты что-то вот какие-то планы строят то есть для него это ресурс для него это ресурс на состоянии и через женщину которая его наполняет он это материализует в жизни вот так же самое и а если взять символ нового года елку тонн елка важно что было в каждом доме так как она тоже является проводником энергии процветания между нами и вселенной дал такой инструмент для передачи информации где же благоприятнее всего ставить этот сакральный смысл символ в нашем доме лучше всего елку ставить секторах оттока так как елка она несет такой символ утяжеления заземления некой такой стабильности то ее лучше всего ставить на юго-востоке юге юго-западе западе то есть благодаря этому символу мы еще как бы вот говорим пространству что вот вот моя стабильная часть здесь до что происходит когда мы ставим лесную красавицу в секторах притока мы утяжеляем эти сектора наоборот мы активизируем негатив небоинственной планеты марс как понять утяжеляем да чтобы вам было образно чтобы понимали если взять образ весов да они имеют как бы равное положение между собой и почему важно утяжелять что-то тяжелое ложить сектора притока сектора притока они дают как раз вот эту стабильность до да если взять если посмотреть на это с точки зрения энергии когда мы утяжеляем сектора притока мы как бы вторую чашу весов поднимаем бы выше то есть нам открываются новые возможности но но видение какое-то а когда мы утяжеляем сектора притока мы как бы придавливаем вот эти негативные энергии не даем им влиять своими негативными вибрациями на наши сектора притока так что если я не запутала то есть сектора оттока прошу прощения мы утяжеляем а сектора притока мы наоборот облегчаем задача задача в том чтобы энергия в секторах притока свободно проходила свободно циркулировала то есть она открывала нам новые возможности потому что в этих секторах присутствуют такие и если глубже взглянуть васту посмотреть как васту архитектуру то там присутствуют определенные божественные личности благоприятные личности которые для людей дают благословляют на достаток и на пропитание и наоборот в секторах оттока наоборот присутствуют такие личности которые несут низкочастотные вибрации и ну не то что они желают неприятности людям да но если им не комфортно в нашем доме если им как-то тесно они через какие-то неприятные события в нашей жизни дают об этом знать тех кто хочет в новом году привлечь любовь здоровье рождение детей финансы гармонию в свой дом важно осознанно отнестись вот этому процессу украшения елки украшения дома да впоследствии и чем больше согрется членов семьи лучше чтобы вся семья собралась в дом возле елки и начала ее украшать тогда это и будет связывать знаете это как символ такой родовой связи между друг другом друг другом семья будет крепче любовь процветание придут в этот дом и говорится что важно чтобы елку выбрал мужчина и принес ее в дом хорошо конечно когда елка жива это благоприятно но в то же время как бы лучше еще когда вы приобретаете живую елку уже с корнями знаете в катке в горшке чтобы потом можно было ее посадить где-то далее как-то посадить в саду ну где-то вот чтобы она ну не была срезана это тоже как бы живое да такое существо которое растет может быть этого не видим но любое растение оно имеет какое-то такое свое тоже тонкое сознание пусть оно не такое ну как бы более такое притупленное но все же оно живое каждая игрушка на елке олицетворяет какой-то символ и украшение елки это магический процесс и с какими энергиями мы его запустим с какими мыслями с каким настроением это очень важно есть такой даже знаете этап елку необходимо украшать вот сверху сверху вниз как будто мы начинаем знаете как будто создаем символ закручивания энергии вот как на картинке нарисован сначала мы ставим звезду какое-то такое главное украшение на елке сверху потом начинаем по часовой стрелке по спирали наряжать елку и говорится что если каждый член семьи подойдет к елке и первую игрушку он повесит допустим сверху чтобы он хотел для себя а вторую игрушку которая уровнем будет ниже чтобы он хотел для семьи а третью игрушку которая будет на третьем уровне ниже чтобы он пожелал бы хотел для мира то есть вот такие три таких потока запустил это тоже очень благоприятно если нет возможности приобрести елку да можно просто две-три веточки живой ели или сосны взять красиво положить вазочку и тоже вот наделить ее вот этими символами да каким-то значением вложить в нее намерение это тоже будет работать равнозначно как и большая елка елка она несет в себе женские энергии а сосна она олицетворяет мужскую природу поэтому можно помедитировать что для вас важно да какие качества больше важно развивать но можно и то и то да если допустим елку поставить в одном месте как например юго-восток да женский сектор хотя он и влияет на мужскую на мужскую природу и допустим сосну на на юге секторе марса мужские энергии такая защита будет да преобладать как вариант как вариант вот дальше очень важно тоже отнестись к качеству игрушек неблагоприятно и не рекомендуется приобретать украшения из пластмассы это пустой материал считается и это энергия теневой планеты Раху которая приносит нашу жизнь иллюзии и разрушения теневая планета Раху она находится у нас в доме в секторе юго-запада в секторе юго-запада и говорится что Раху она имеет такую энергию расширения если запад он все сужает уменьшает то Раху наоборот усиливает увеличивает если допустим в этом доме в этом секторе какой-то беспорядок ну знаете как постоянно какой-то беспорядок то этот беспорядок будет царить во всем доме очень сильная такая энергия если в этом секторе люди ругаются какие-то неблагоприятные вещи происходят то это будет происходить во всех сферах их жизни то есть Раху имеет очень сильную планету поэтому для ее гармонизации очень благоприятно здесь такие знаете ароматы включать ставить ароматы мандарина цитрусовые ароматы молоко здесь ставить ну вот как-то молоко здесь пить знаете молоко и мандарин они повышают вибрации Раху а что значит повышают вибрации да как понять что значит высокие вибрации что значит низкие вибрации например на низких вибрациях у человека может появиться желание там выпить покурить вот как-то материться какой-то такой-то дебош драка ну вот какое-то вот такое настроение появляется такие люди обычно гудят до полуночи они поздно ложатся спать а Раху когда мы поднимаем Раху в гону благости вот что такое гуна гуна означает качество энергии в нашем мире вот в этом мире где мы с вами находимся если взять строение Вселенной то Вселенная она состоит из 14 уровней и планета Земля она как раз находится на середине этого уровня где-то вот седьмой уровень по-моему находится и гуна что такое гуны означает то что вот а и вот у нас здесь на Земле преобладает три гуны три качества энергии гуна низшего порядка невежества но это к ним относятся люди вот которые ну ведут такой знаете образ жизни они неблагочестивы скажем так да выпивают если женщина они торгуют своим телом там интоксикацию употребляют гуна страсти то есть на санскрите гуна невежества называется тамас гуна страсти на санскрите она называется раджа страсть то есть это люди которые такие знаете я тебя не трогаю ты меня не трогаешь то есть у них мыслях моя работа как у них мыслях там достичь какого-то уровня карьера в голове достичь какого-то стремления такое достичь какого-то знаете авторитета какого-то положения в жизни ну у них такое понимание вещей и вот что хочу сказать сейчас это говорю ладно и гуна благости она на санскрите называется сатва это гуна благости когда люди в таком настроении находятся доброжелательном когда они всем желают добра процветания такие знаете миролюбивые люди миротворцы стараются сотворить добро вокруг себя создать красоту и каждый наш день соответствует этим гуном а почему есть такое выражение да кто рано встает того бог дает потому что именно как раз в ранние часы дня преобладает гуна благости по моему с двух или с трех утра с трех утра по моему с трех утра до девяти дня но естественно знаете вот как накатанные так идет вверх 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 самый пик ее с четырех до шести утра и вниз уходит то есть ее все меньше и меньше она дальше переходит плавно в гуну страсти все святые люди если посмотреть все верующие люди ну вот как такие уже богослужители да вот в храмах они просыпаются с трех до четырех утра и люди которые встают в этот период времени они и совершают молитву да какое-то духовное поклонение они как бы поддерживают да связь с высшим началом строят с ним отношения они начинают понимать все законы вселенной как все в этом мире устроены работы но если но для простого человека вставать так слишком рано то есть это надо иметь определенный опыт и уровень не совсем благоприятно потому что это может привести к каким-то болезням потому что человек просто энергетически не готов принимать такие высокие частоты если мы встаем с четырех до пяти утра то люди которые встают в это время они знаете у них такое взращивается состояние жизнерадости они это оптимисты они легко находят решения в сложных ситуациях это у них появляется сила побеждать свою судьбу почему очень часто кто-то способен переварить скажем так твою сложную судьбу какие-то трудности а кто-то не способен элементарно если посмотреть на распорядок дня когда человек во сколько он встает во сколько он ложится уже благодаря через это регулирование можно изменить улучшить качество своей жизни когда человек встает в пяти до шести утра ему тоже уже легче решать какие-то вопросы там уже оптимизма не так много жизнерадости не так много кстати вот птицы они встают в четыре утра и начинают петь если вот летом обратите внимание в четыре утра начинают петь птицы а уже если человек стал после шести то уже сила судьбы начинает на него потихоньку давить а если он еще он стал после семи то говорится что поезд его ушел и чем позже встает человек тем хуже для него энергии нет действовать нет сил постоянное ощущение усталости какое-то депрессивное состояние раздражительность появляется почему важно вставать до шести утра потому что солнце оно важно встать до того как заходит поднимается солнце ориентировочно это шесть утра если смотреть по странам там ну плюс-минус какие-то минуты ну то есть до того как включилось солнце то есть вот этот промежуток времени он называется мухорта когда луна уже не имеет силу влияние на человека а солнце еще не включилось в этот период когда человек встает он способен менять свою судьбу побеждать то что ему дано по судьбе знаете как создавать как мы говорим да стать творцом своей судьбы так как ему это хочется как это видится вот ну и дальше с девяти часов дня до шести вечера преобладает гоно страсти это деятельность да обычно мы в это начинаем что-то делать то есть уже в это время сложно как-то сесть как-то помедитировать как это внутри такая суета ну что-то такое да потому что все время двигаться двигаться что-то делать а уже шести часов вечера не до двух часов ночи до трех то там уже действует гононевежество если обратите внимание то после шести начинается все там у невежественных ну людей которые большей степени подвержены этой энергии начинается как раз самый смак жизни то есть они спят допоздна а вот ночью там как-то гуляют в принципе в каждом из нас есть эти энергии все просто в процентном соотношении они разные вот почему я вам это рассказываю потому что в каком настроении на каких вибрациях мы будем запускать намерение на следующий год такую обратную связь от вселенной мы и получим так дальше для декора для для елки лучше подойдут подходит игрушки из стекла бумаги вообще очень благоприятно когда что-то мы делаем своими руками знаете вот свою энергию свою частичку туда вкладываем это ее натуральные материалы конфеты фрукты это позже еще об этом будем говорить дождик как попало лучше не накидывать а вот как-то сверху аккуратно или вот по часовой стрелке спиралеобразно украшать им елочку дальше с точки зрения вас то елка как и любой декоративный элемент усиливает качество сектора в котором она установлена если поставить елку на юго-востоке то это лучший сектор для усиления женской энергии в доме активизируется энергия притока денег подарков судьбы украшений наслаждений тепло домашнего очага но то что хорошо для женщин может быть не очень благоприятно для мужчин женщины могут стать такие слишком сильными и начать командовать мужчинами подавлять их помните об этом и не сбрасывайте своих мужчин с трона не забывайте что вы королева он король дело в том что юго-восток если взять ось северо-запад и юго-восток это главная ось женская ось если она поражена то у женщины очень сложно практически не исполняется ее желание она чувствует какую-то свою знаете несостоятельность как женщина у нее могут быть сложности со своей ценностью со своим каким-то внутренним ощущением ощущением себя как личности да сложно строить соотношения если северо-запад поражен то женская частью женской энергии в ее жизни да юго-восток мужской энергии ну естественно нужно смотреть все сектора то есть не только если один сектор поражен то все то есть надо важно смотреть еще все сектора как они влияют в каком положении не находятся вот ну юго-восток он конечно про подарки судьбы про роскошь и очень важно чтобы елка в этом секторе она была ну прям шикарная вообще же по вас то рекомендуется для юго-востока вообще ничего не жалеть если вы вдруг увидели какую-то красивую дорогую сатуэтку или там знаете какую-то вазочку прям вот чувствуете прям вот отклик если она еще такого знаете желтого золотого цвета юго-восток любит золотые тона любит дерево прям приобретайте юго-восток вас благодарит своей щедрости он какие-то знаете вот просто вот ниоткуда придет какое-то там может денежное вознаграждение или там родственники вам что-то какой-то такой подарок сделают о котором вы знаете давно мечтали просто какие-то это знаете это сектор про то когда мы разрешаем себе получать блага из разных самых источников своей жизни когда мы разрешаем жизни баловать и любить нас также на юго-востоке благоприятно ставить елку если вы в поиске своего партнера и хотите привлечь свою жизнь любовь благоприятно поставить елку в этом секторе здесь подойдет и искусственная и живая елка главное чтобы она была как было ранее сказано роскошная элегантная утонченная здесь подойдут украшения и оттенки прованса розовые фиолетовые лавандовые шары гирлянды с огоньками фонарики бусы маски с позолотой разноцветные фигурки розовые сердечки золотую золотая малиновая мишура здесь подойдет такую елку нужно обязательно ставить в песок дерево на юго-востоке поможет наладить семейную жизнь привлечь исполнение желаний и материальное процветание ее следует нарядить розовыми и перламутровыми шарами у этого сектора нет конкретного цвета подойдут пастельные припыленные оттенки кремовый персиковый хочу поделиться что я вот в 2024 году мы доставили елку но я осознанно наставила елку на юго о нет прошу прощения на западе веточки от сосны я поставила на юге украсила и на юго-востоке то есть я сразу привлекла несколько секторов для своих намерений юг юг это лучший сектор для усиления мужской энергии в доме активизируется проявление себя в социуме слава успех желание активно действовать побеждать если вам не хватает решительности для своего стартапа или вы не можете достичь поставленных целей как будто вам что-то мешает или не хватает энергии поставьте в емкость с песком живую большую елку в южном секторе для такой елки отлично подойдут бордовые шары бантики гирлянды с огоньками палочки карамельки а также раскрашенные вручную деревянные фигурки лыжников детей на санках если у вас нет елки можно использовать живые ветки и наряжать их в тех же цветах о которых было рассказано выше можно сделать мандариновую елочку мне кстати на юге я прям вот мандариночки шишечками я украшала было очень так знаете уютно мандарины они вообще из шишки создают уютно ощущение праздника такое дерево на юге также можно украсить красными оранжевыми бежевыми шариками цвета темно-бежевый коричневый серый болотный брусничный песочный у кого если есть у вас знакомые или кто-то из ваших близких также участвует на СВО очень важно максимально утяжелять сектор потому что юг это находится под управлением планеты марс и как раз отвечает воинственность благоприятный марс нашей карте рождения он дает знаете чувство справедливости и хороший стильный марс в нашем гороскопе он дает способность решать вопросы задачи мирным путем если же он расслабленный пораженный то марс может давать какие-то страхи как раз это нерешительность ощущение какое-то некое такое знаете ощущение жертв энергию дает поэтому когда мы прорабатываем сектор юга в своем доме мы уже начинаем себя по-другому ощущать я вам скажу также по своему опыту расскажу что у меня марс у нас он ослаблены в доме на участке у нас там окно и на участке то есть он ослаблено открыть там плюс если брать участок там склон и у нас я по-моему раньше выше в эфирах рассказывала что прям все время только какие-то порезы какие-то истории ну такие неприятные происходили я просто я взяла у свепрови шкаф такой прям тяжелый добротный шкаф еще мепель тем тяжело тяжело я просто ее задвинула под окно эту мебель это первое что я сделала и прям вот продуктами так как это у меня на кухне на юге кухни находится я прям продуктами вот так досконально прям заложила я сразу вам хочу сказать что перестали происходить вот эти неприятные случаи такими-то там порезами ушибами и все такое прочее то есть тут же энергия но как будто мы ее придавила естественно я потом коррекцию сделала по ВАСТу это еще больше помогло вот ну это энергия Марса то есть если у вас какая-то есть такой запрос прям поработайте с Марсом что там у вас находится поисследуйте дальше юго-запад юго-запад елочка в этом секторе может ускорить исполнение материальных желаний но в большинстве случаев вместе с исполнением желаний придет и ненасытность материальным планем в результате даже если ваши желания будут реализовываться вы не будете получать от этого удовлетворения потому что вам все время будет хотеться все больше и больше юго-запад украшаем в золотых серых коричневых оттенках все что литвы украшаем украшаем а как мы говорили ранее юго-запад это находится под управлением планеты раку да и раку несмотря на то что юго-запад он это сектор откуда энергия уходит сильнее всего то есть слив энергии из дома больше всего уходит и в то же время юго-запад раку он дает расширение в бизнесе он это сектор про финансовые возможности прям финансовое процветание расширение увеличение через сектор юго-запада к нам приходят большие деньги и поэтому очень важно также смотреть что у нас на юго-западе да и по возможности гармонизировать его то есть напротив юго-запада это ось северо-восток юго-запад северо-восток это прям сектор это духовный сектор в нашем доме и если взять посмотреть с точки зрения потоков с севера к нам приходит в дом поступает органическая энергия это материальная энергия это денежная энергия финансовая а с востока к нам поступает хроническая энергия это духовная энергия это энергия жизни энергия действия энергия возможности реализовывать какие-то свои идеи таланты да и энергия мудрости разума и северо-восток он самый сильный в плане притока сектор то есть он в себя вбирает оба этих потока и органический и пранический поток с севера и с востока и это самый-самый легкий сектор да самый такой благостный духовный и а юго-запад наоборот он получается должен быть самый тяжелый самый то есть то что он дает самые такие то есть знаете вот как баланс между духовным и материальным когда мы умеем своей жизни регулировать вот этот баланс тогда в нашей жизни все идет ровно и хорошо так как для нас благоприятно когда нет вот этих перекосов западаний сильная материю когда мы слишком привязываемся идем по головам других людей да либо когда мы другой перекос когда мы слишком уходим в духовность тогда такое состояние философское видение жизни ой зачем мне вообще что делать ну и так все мы все равно мы все умрем да зачем действовать в этой мире то есть это тоже неверное видение мира когда мы вот этот баланс когда мы совмещаем когда мы скажем так одухотворяем материю что это значит когда мы допустим ну допустим мы приобретаем дом не для того чтобы там спрятаться да и наслаждаться ну естественно это очень важно но когда мы допустим в этот дом начинаем приглашать гостей угощать вот через такое как бы служение через такую деятельность мы взращиваем в себе определенные качества характера добродетели гостеприимства благожелательности благодарности когда сами ходим в гости тоже определенную энергию оставляем да говорится что вас то очень важно когда вы идете в гости в дом приходить с каким-то подарочком для этого дома это очень благоприятно когда вы идете в дом и что-то дарите там для дома для хозяйки как-то радуете это очень благоприятно и мне очень нравится такой девиз я для себя для себя его взяла когда вы уходите да из гостей выходите за порог чужого дома ваши глаза должны оставаться слепыми уши глухими а рот немы тогда вы будете всегда долгожданным и желанным гостем в любом доме так мы переходим дальше сектор запада в данном секторе елочка может активизировать стабильность устойчивость заземленность внутреннее спокойствие но если этот сектор не очень гармоничен в вашем доме или сатурн не очень хорошо расположен в вашем гороскопе могут активизироваться болезни бедность лишения и елка на западе поможет увеличить качество терпения и смирения такое дерево можно украсить теними светло-сиреневыми голубыми и белыми шарами елка на северо-западе поможет открыть возможности для путешествий лучшее решение для елки западной части дома это декор синий и голубой гамме отдавайте предпочтение круглым формам обязательно должны быть шары разных размеров повесьте игрушку часы украсьте еловые ветки перьями колокольчиками цвет огоньков гирлянд голубой или желтый если взять как украшение гирлянды светильники то в зонах оттока энергии это юга можно и взять это и восток на востоке тоже можно восток юго-восток юг-юго-запад запад нет запад мы не берем прошу прощения юго-запад юг юго-восток и восток желтые цвета можно освещение использовать и как гирлянды цвет гирлянд желтый такой а уже секторов запад северо-запад север северо-восток и можно восток то там благоприятное освещение белого такого прохладного голубых оттенков восток он может включать в себя оба два цвета то есть там можно и такой и такой цвет если мы говорили что раху на юго-западе это планета расширяющая то на западе энергия она наоборот сужающаяся здесь хорошо держать аптечные препараты лекарства если есть какие-то долговые обязательства здесь держать в общем все что вы хотите уменьшить своей жизни вы кладете сюда и так как запад он отвечает нашей жизни за партнерские отношения семье в семье в бизнесе во взаимодействии с окружающим миром да то от того насколько гармоничный сектор запада в нашем доме мы имеем определенный авторитет и репутацию знаете когда запад поражен и там есть дефекты то если у человека есть свой бизнес к нему могут приходить такие партнеры которые его обманывают как-то такие недобросовестные нечестные партнеры да потому что это же все таки сотрудничеством вот поэтому там где стоим ставим елку важно соблюдать именно те цвета которые любят этот сектор запад не любит зеленый цвет зеленые элементы а если присутствуют на западе то есть запад когда вы себе планета это сатурн а сатурн не дружит с меркурием это северная планета профинации зеленые цвета какие-то там если зеленые шторки лучше оттуда убрать вот но зато сатурн дружит с венерой там хорошо вот как раз венерианские цвета желтые розовые каких-то элементах там подушечки да что-то в картине да ставить то это очень благоприятно то есть как бы можно через дружественные планеты можно усиливать еще помогать своим секторам которые конкретно отвечают за какой-то сектор вот ну конечно сатурн он имеет такую способность как замедлять все делает очень ну вот процессы очень медленные и если он допустим в доме много захламленных вещей да вот допустим есть такое правило что если вы полгода не пользуетесь какой-то вещью ее лучше выкинуть либо отдать либо если она испорченная выкинуть ну избавиться от нее каким-то образом через благодарность поблагодарить что на какое-то время была вашей жизни да на какую-то свою функцию играла да и отдать если вы отдаете вещи то конечно лучше перед тем как отдать постирать их солью или коровьим навозом коровьим навозом имеет тоже свойство очищать дом ими даже благоприятно мыть полы то есть полностью пространство очищается как и бактерии уходят и чтобы вот эту энергетическую связь которая остается на вещах она ну не передавалась не шла дальше да для это ну лучше и для здоровья нашего также запада этот ось запад и восток это ось родовая ось это тема рода и это наше здоровье поэтому эти сектора тоже важно гармонизировать так дальше для укрепления семьи и отношений ёлку благоприятно поставить на северо-запад за северо-западный сектор дома ёлка здесь должна быть очень легкая светлая такая в цветах которые здесь благоприятны да это серые белые серебристые такие оттенки все голубых каких-то оттенков лавандовых оттенков на северо-западе вот нежных оттенков легкая воздушная чтобы была да чтобы она не создавала такое знаете ощущение утяжеления наоборот какую-то такую воздушность легкость прозрачность здесь подойдут такие украшения как шишки снежинки шары прозрачные звезды сердечки белые ангелочки если ёлка натуральная то лучше её поставить в воду чтобы не было конфликта стихий как ёлка имеет такую энергию земли для укрепления отношений в семье и сохранения любви и понимания в паре лучше поставить натуральную ёлку или живые ветки можно такой декор сделать или веночек какой-то красивый своими руками вешайте на ёлку игрушки парами или чётное количество игрушек одного вида 8 шариков 6 шишек и так далее ещё один секрет перевяжите ножки новогоднего стола ленточками или нитками любого цвета это будет способствовать укреплению семьи и тому что семья в следующем году сохранится этот приём хорошо работает на гармонизацию отношений в семье не только между мужем и женой но и между родителями и детьми братьями и сёстрами если женщина хочет укрепить отношения в семье или паре ей обязательно нужно что-то испечь на новогодний стол своими руками пироги блины торт мука это энергия планет а тесто особая энергия любви чем дольше женщина замешивает тесто тем крепче будет семья пока она месит тесто она может своими мыслями замесить туда и любовь и верность и благосостояние и здоровье а потом передать тесто огню а первый элемент огня считается элементом судьбы и создать судьбу своих отношений судьбу своей семьи и сегодня как раз день пятница день верниеры и в этот день благоприятно женское общение да благоприятно в этот день печь какие-то мелкие вещи ну допустим знаете лепить вареники пельмешки делать пирожки когда там из теста блинчики вот что-то такое знаете вроде как мелкое что-то делаем но это также несет такой сакральный смысл когда в нашу жизнь приходят какие-то такие знаете как дрязь какие-то такие то они проходят незаметно когда женщина вот через тесто через работу с тестом вот создает такую энергию именно это в пятницу важно делать и в другой день конечно хорошо делать но вот именно пятница она дает такой результат когда мы что-то такое мелкое готовим то семья ну как сказать в семье вот эти какие-то мы мелкие неурядицы они словно ну легко решаются и обходят стороной вот дальше север чтобы улучшить свое материальное благосостояние поставьте небольшую живую пушистую елку в северном секторе для украшений используйте шоколадные монетки печенье конфеты мармелад и другие сладости игрушки всевозможных зеленых оттенков денежные купюры и маленькие зеленые мешочки с рисом так как север еще отвечает также за финансы я тоже хотела вам дать такую как информацию очень благоприятно поставить на севере и северо-востоке фонтанчик такой белый благоприятно чтобы он был белого цвета мраморный мраморный с водой это будет также притягивать усиливать энергию процветания в вашем доме на одной встрече моя коллега рассказывала что когда она принесла в дом фонтанчик декоративный поставила в секторе севера активировала его и это тоже важно делать правильно грамотно это все делается активация на растущей луну благоприятный период чтобы это не попадало на дни пустые руки потому что когда мы что-то создаем не пустые руки то мы не получаем того результат на который рассчитываем то есть как будто действие энергия ушла в пустую вот и она сказала что на следующий же день после того как фонтанчик был активирован ее мужу позвонили и вернули долг 350 тысяч рублей которые не отдавали несколько лет также хочется сказать что про аквариумы так как аквариум несмотря на то что он тоже имеет олицетворяет энергию воды но все-таки аквариум когда большой он дает вес он тоже дает утяжеление и плюс к тому что рыбки в аквариуме естественно они справляют свою нужду то есть не всегда вода там чистая и аквариумы лучше всего держать на северо-западе в секторе северо-запада это еще будет благоприятствовать тому что поток ваших клиентов если у вас есть какой-то бизнес будет увеличиваться и усиливаться на севере и также на северо-востоке благоприятно ставить такие картины горизонт когда есть такая вода знаете такая приятная и там кораблики такая картина перспектива то есть мы усилием опять же элемент воды в нашем доме а если такая картина висит еще на северо-востоке то северо-восток это дает если взять тему бизнеса то выход на новый уровень на международный уровень то есть расширение идет вашего дела и также я вам предлагаю такую вот картину моста мост он олицетворяет сотрудничество умение договариваться да какие бы не были у нас возможности шанс ну какие бы таланты способности мы не обладали если мы не умеем договариваться если нам сложно коммуницировать то вот такая вот картина с легким таким легким белым мостом она поможет да может он как бы соединяет два берега помогает найти какое-то общее благоприятное для всех решение как сотрудничество но еще вот хочется вам сказать что если есть какие-то сложности да даже если это в семье либо с партнерами ну как то вот сложно договориться либо какое-то нет взаимопонимания да то на севере благоприятно вешать фотографию с этим человеком либо изображение этого человека то есть север это Меркурий это самая быстрая коммуницирующая планета она отвечает как раз за общение интеллектуальную сферу да как раз таки она сектор севера отвечает за наши какие-то ограничивающие установки в плане финансов вот даже элементарно через какие-то такие вот казалось бы простые вещи мы можем улучшать качество своей жизни естественно главное смотреть чтобы это был благоприятный период да и следовать этим рекомендациям еще вот здесь я уже не показала а еще можно сделать елочку из денежных купюр тоже как такой символ вроде бы как и елочка да символ нового года но и олицетворение энергии процветания вот северо-восток его уже вам не стало пока в принципе и как основой как для севера идет но на севере востоке все же я не рекомендую ставить ну елочку все таки она имеет естественно если ее негде ставить поставьте на северо-востоке но пусть она будет не такого небольшого размера пусть она будет небольшого размера белая таких светлых оттенков которые соответствуют этому сектору да также наделите какой-то там энергией определенной запустите на нее энергию для того чтобы это было вам во благо как же украшать стол к новому году самое главное правило это делать все без суеты и без спешки и накрывать стол с радостными позитивными мыслями очень благоприятно по скатерть в центр стола положить самую крупную денежную купюру которая есть у вас в доме для увеличения благосостояния в новом году так же когда вы будете накрывать стол накрывать его по часовой стрелке начиная с места хозяина главы семьи определите где будет он сидеть и начинайте начиная с главы хозяина по часовой стрелке накрывать на стол сначала кладутся тарелки все потом кладутся вилки бокалы ну и так далее по часовой стрелке на стол обязательно поставьте свечи вот и зажигая их вот так есть такая рекомендация произнесите такие слова огонь гори радость дари гори не гасни всем на счастье да будет так если вдруг одна из свечей погаснет то произнесите свечу зажгла беду отвела горе прогнала счастье позвала хочу тоже с вами знаете поделиться когда-то я в одной стиле передач тоже к новому году перед новым годом такое вот тоже знаете как пожелание для себя взяла если у вас есть какие-то желания то их можно материальные желания да допустим можно взять тесто опять же взять тесто так знаете плотненько его замесить ну обычно соль вода мука и из этого теста слепить ваше желание я хочу сказать что я так сделала я слепила дом машину и два кольца вместе соединила и повесила на елку я так сделала ради интересного было интересно что вы думаете в тот же год я встретила своего супруга и вышла замуж и после нового года это было кстати в январе месяце то есть даже не прошло и месяца да как я с ним познакомилась уже в течение года наши отношения были узаконены вот также благоприятно расположить шри янтру в любом месте на новогоднем столе рядом с фруктами на веточке елки пусть янтра стоит всю ночь на столе после праздника ее можно повесить рядом с входной дверью что такое шри янтра шри янтра это такая сакральная высчитая геометрически такой символ который имеет собой знаете определенный код определенный код предцветания изобилия и когда мы вот это шри янтру кладем на стол получаем такой эффект ее благоприятно также повесить и либо расположить на севере на северо-востоке это будет тоже очень благоприятно сектора притока так ну и конечно помните о том что важно получать удовольствие от самого процесса сервировки новогоднего стола ну и в заключение хочу вам также рассказать про символы как важно осознанно украшать елку какие символы несут какое значение яблоки несут символ плодородия мандарины апельсины дарят символ богатства финансового процветания шишки символ возрождения и долголетия конфеты и пряники сладкая жизнь очень важно что-то испечь своими руками и поставить это на праздничный стол повесить на елку а еще такая мысль пришла если знаете испечь пряники и в каждый пряник положить какое-то пожелание тоже будет очень классно кому какое пожелание попадется то и взводится допустим крепкое здоровье да финансовое благополучие путешествие корица это денежная спец ее тоже можно использовать как декор украшение на елку на венок лавровый лист дарит известность популярности славу бантик кстати я в прошлом году вклала лавровые листы на дерево на свои веточки в других секторах и потом я их даже сохранила где-то еще хорошо кстати вот значит гвоздейку лавровый лист держать в кошельке это тоже притягивает энергию изобилия денежную энергию бантик символ бесконечности парные игрушки символ супружеской верности и гармоничных отношений в семье вот как два голубка два лебедя сердечко символ любви эфелевые башню символы ваших желаний допустим дом машина самолет да повесить машинку там самолетом для перелетов для путешествий вот прям вкладывать намерение пожелая нет тот символ который вы хотите видеть в своей жизни подарки символ подарок судьбы да вот такие коробочки украшенные маленькие вешают это символ подарок судьбы можно сделать своими руками вот еще круче украшение своими руками все что мы делаем своими руками да это тоже очень здорово и укрепляет взаимоотношения в семье и дарит нам процветание мира и процветания вам и вашим домам дорогие друзья любова приветствую вас классно классно здравствуйте лилечка огромное огромное благодарю я так пыталась долго открыть но все таки у меня открылось окошко я настолько желала вас услышать сегодня что я несколько раз десять наверное выключала включала заходила перезаходила все конспектировала то что вы сказали с какого момента просто низкий поклон вам правда я могу вам в pdf формате прислать слайды если вам интересно очень интересно мне вообще я обожаю вот эти все темы все что касается планировки участков дома это вообще моя тема если вам интересно пришлите мне вашу карту я вам ее построю это подарок новому году для всех кому вот интересно тем у вас то вот в клубе расцветальщики я для всех построю карты для нового года напишите мне личное сообщение что вам хорошо карту в смысле участка или чего я не поняла карту вас ту карту она строится на дом либо квартиру на участок и если есть бизнес допустим бизнес помещения там в бизнесе помещение немножко другие правила работают ух ты вот на баню можете мне сделать на что на баню на баню да 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 баня на участке баня да на участке укажу где она находится вы ее уже построили да да она уже построена вот дело понимаю сколько ошибок мы допустили вот я тоже супругу говорю представляешь насколько вот это важное вот это вот да тема когда мы делаем все вслепую а потом думаем почему у нас денег нет да потому что водоем не в том месте и действительно у нас уклон знаете как участка на запад вот и там водоем сделали и там баня и вот у нас как бы финансы стекают как я понимаю туда на запад уходят это тоже не есть хорошо может быть коррекции по вас то когда можно даже просто как-то знаете какой-то символ перекрыть вот между вами вашим домом и этим прудиком допустим сделать какую-то альпийскую горку какое-то утяжеление сделать или посадить ёлки ну вот что-то такое вот что какой-то символ утяжеления сделать я поняла я вам пришлю тогда вы посмотрите может что-нибудь подкорректируете либо я смогу что-то что-то вот именно какой-то сектор просто утяжелить я здесь вот сейчас не понимаю участок в нашей жизни играет даже большую роль чем сам дом и очень часто вот мы работаем с домом да обычно бывает а мы не можем продать участок вот моя педагога она историю рассказывала одна женщина хотела продать участок а работала с домом нужно работать с участок мы с участок есть специальные коррекции по вас для продажи дома чтобы благоприятно продать что нашлись клиенты то есть потому что элементарно бывает знаете вот дома просто уже задаром продаются их никто не хочет брать ну бывает еще история с домом не совсем такая хорошая поэтому к покупке участку рекомендуют отнестись очень серьезно лучше год-два подождать потому что это сильное влияние на нашу жизнь вот это точно это